Отрывок из книги Сознание говорит. Беседы с Ромешем Балсикаром. Третья глава. Эго. Откуда берется эго? Эго возникает лишь из одного места, из одной лишь вещи, существующей все время, и это сознание. Поэтому Романа Махарши говорит. Найдите источник эго. Кто делает это? Кто желает знать? Ум не может найти ответ. Цель этих вопросов не в нахождении ответа, но когда ответа нет, ум успокаивается. Эго – не нечто, чего нужно стыдиться или бояться. Эго – это лишь отражение всего того безличностного сознания, и такое понимание отбрасывает эго обратно к его источнику. Проблема является главным образом – боязнь эго. Примите его вместе со всем остальным, как часть функционирования тотальности, и просто наблюдайте за тем, что происходит. Тогда никаких проблем не будет. Как принять эго? Обычный человек, который не является ищущим, не переживает насчет эго. Ищущим уже говорили на протяжении многих лет. Вся проблема в эго. Ты должен убить эго. Ты должен сделать это. Ты должен сделать то. Таким образом, ищущему с самого начала говорят, что эго – это бяка. Ты должен от него избавиться. А кто должен от него избавиться? Эго не готово к совершению харакиви. Оно будет сопротивляться. Поэтому-то в моменты медитации и покоя эго пугается и говорит – не трать время попусту. Это смешно. Займись делом. Делай что-нибудь. Исчезнет ли полностью эго, когда наступит просветление? Эго исчезает полностью после того, как просветление становится полным. В том смысле, что исчезает ощущение того, что я – исполнитель. Тогда эго исчезает. Отождествление с телом продолжается, поскольку тело – ум должно функционировать. Исчезает отождествление в виде индивидуального исполнителя. Именно эго препятствует выражению чистого сознания. Эго – это отождествленное сознание. Когда безличностное сознание отождествляет себя с личностным организмом, возникает эго. Само эго не имеет независимого существования. Эго – просто отражение сознания, создавшего его через отождествление себя. Поэтому говорить «убей эго», «борись с эго» – полнейшая чепуха. Что такое эго? Эго – это индивидуальное выражение всего, все того же безличностного сознания. Безличностное сознание создало эго, которое затем начинает обращаться к своему источнику. Зачем бороться с эго? Просто наблюдайте его выходки. Когда эго делает нечто, тот же самый ум, эго, говорит «этого делать нельзя». Как только вы поймете, что не нужно бороться с эго, нужно только наблюдать за ним в качестве свидетеля, эго перестает быть препятствием, врагом. Эго – это всего лишь фикция. А зачем воевать с фикцией? Это то же, что и в воспитании детей. Если бороться с детьми из-за их ужасного поведения, то в некотором смысле наложение ограничений только усугубляет дело. Это точно. Эго желает сопротивления. Когда есть понимание, что эго – это только фикция, борьбы нет. Понимание означает отсутствие ожиданий и надежд, приятие всего, что придет завтра. Когда надежды и желания исчезают, вы становитесь открытым природе. Основой понимания является ненехотение. Позвольте событиям идти своим ходом. С таким пониманием течение событий на удивление становится более легким и мягким.